Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Восемь из них поступило до Гамельшан, по некольки из Гомельского, Жлобинского, Мазырского районов. Телефоновали жахары из других участков в области. Какие вопросы хваливали насильство, смотрите в нашем следующем сюжете. У большинства людей звертались с просьбой, да помахчу выражение земельных вопросов. Утекавились махчимостью открытия гандлевых объектов и особенностями выездного гандлю. Узнимались вопросы ремонта дорожного покрытия. Не засталась у Баку и тема жильево-коммунальной господарки. Причем телефоновали и те, чьи проблемы были выражены. Так, подчас промой линии поступила удячность от гамельчанки Натальи Скакун за якостное и оперативное проведение капитального ремонта дома по Волгоградской. Наша сдымочная бригада отправилась по названным адресе и погуторилась жахарами от ремонтованного дома. Кому неприятно, когда сделан дом, когда столько сделано много всего, потому что все заменено, все трубы, дом-то старый, столько вложено. Вот, поэтому, конечно, довольны, кто ж будет недоволен. Конечно, довольны. Усе остатние пытания, которые узнимались подчас промой линии, по порушению старшине Абловаканкама у Владимира Дворника будут не только разгрежены, а и по махчимости вырошены устислые термины. Глобальных проблемных вопросов не прозвучало, которые требуют колоссальных затрат. Вместе с тем губернатор в очередной раз подчеркнул, чтобы на местах в райисполкомах оказывали максимальное содействие людям в решении их вопросов. То есть не только писать письменный ответ, давать разъяснения, но и максимально оказывать содействие и сопровождение в решении того или иного вопроса. В частности, например, если человеку нужно вступить в наследство, а гражданин не совсем компетентен в этих вопросах, то есть помочь вплоть до того, что написать нужное заявление, согласовать приема нотариуса, ну и так далее. Особенно это касается пожилых людей и людей, которые имеют на сегодняшний день инвалидность. Все лета – это другая промая линия с губернатором. На попередней было принято 26 телефонований. 14 вопросов были расслаблены, 2 находятся на контроле и 9 становятся выражены. Например, отремонтовали дорожное покрытие на улицах Гомеля и районных центров. Марина Джалая, Александр Лупиненко, Павел Антонов, телерадио компания «Гомель». У Мазыры прошел экономичный форум. У делу им приняли представники деловых колов, как ближнего, так и дальнего замежа. Как и плановалось, мероприемство отрималось разноплановым. Под обязанностью наших мазырских коллег. В рамках форума «Мазыр-2018» с промысловым, вандлево-экономичным и туристичным потенциалом района знакомились представники шести краин. Вся рода гостей – послы, керовники, дежурганов, представники предприемств и бизнес-ассоциаций. На территории нашей Мозырщины проходят экономический форум. Традиционно это в июне месяце совместный экономический форум и наша республиканская выставка-ярмарка «Полезская скарпница». Очень приятно то, что откликнулись на наше приглашение многие наши страны постсоветского пространства, республики и свои делегации сюда приехали для того, чтобы увидеть работу в наших предприятиях, качество нашей выпускаемой продукции. Конечно же, в дальнейшем заключить договора намерения о сотрудничестве. Мозырщина уходить у тройку самых буйных районов Гомельской области. Для того, что дозначается стабильная динамика экономичного развития. Тут працует больше, как за 30 предприемств за межным капиталом. Представники айшинных и замежных деловых колов оценили высокий уровень развития мясовой, деловой инфраструктуры и не только. Одна из отметных рисов экономического форума Мозыры – шмат векторность контактов. С 2014 года мы активно работаем с дипломатическими представительствами, так, чтобы посольства, представители посольств других государств приезжали, видели и потом несли эту информацию дальше. И нам это удается. Но вот такого масштабного представительства, как в этом году, в районном, скажем, центре, что это представители шести стран, в общем-то, вот за эти годы не было. Поэтому нас это очень радует. Причем люди приехали, они очень заинтересованы в том, чтобы найти здесь контакты. И мы надеемся, что это самое главное для того, чтобы вот такие мероприятия были эффективны. Подробязно с инвестиционным потенциалом у дельники форума знакомились подчас пленарного поседжения. Найновшие виды выпускаемой продукции представили Мазыр-Соль и Мазырский Даг, машина-будовничий завод и дома-будовничий комбинат. Презентовали так само туристичные потенциалы у всем активности для медицинского туризма. Выник с встречи – одразу два подписанных погоднения об супрационнице помеж Мазырским Райвиканкамам и администрации украинского города Красень. Другим партнером Мазыршины стали так само украинцы, представники Херсонской области. Я должен быть объективным и сказать, что немножко наши отношения охладели. Поэтому у нас сегодня такой мощный десант. Приехало три зама мэра для того, чтобы как минимум возобновить и в дальнейшем усовершенствовать наши отношения. Безусловно, вот те цифры, которые мы сегодня видели, так вот я проанализовал, вижу, что потенциал сотрудничества есть большой и перспективы тоже буквально хорошие, потому что все то, что мы видели на наших презентациях. Я надеюсь о том, что наша дружба, любовь будет еще более развиваться. В чем интерес нас Мазырь, в частности, это Мазырский нефтезавод. Сегодня Украина сильными темпами начинает возрождать свое дорожное покрытие, потому что за многие годы сильно-сильно разрушено все, а дорожное покрытие невозможно без качественного битума. В том году мы посетили нефтезавод, посмотрели, насколько он был реконструирован, насколько сегодня высокого уровня оборудования установлено там. У нас есть в этом интерес. Но основной только красной ниткой – это все-таки строительство логического пути. Это даст возможность поднимать сюда сельхозпродукцию, отсюда, в частности, с Мазыря спускать нефтепродукты. Также нас был интерес. Это удобрение, которое производится в Гомельской области. Упрацованный план форума не первый год у выходец наведывание специализованной выставой Кермашу «Полеская скарбница». За 13 годов працы она перетворилася один из самых масштабных гандлевых форумов в регионе. Экспозиции, цикавость уявляют как для покупников, так и для бизнесменов. Будут представлены как буйные предприемства, так и приватный малый и средний бизнес. Не первый год выставка организовывается и проводится. Есть результаты. Я хочу пожелать, чтобы положительные результаты только множились и, пользуясь случаем, все-таки подумать вместе с Гомельским отделением Белорусской торговой промышленной палаты в Мозырском фенадео, дворец ДК – это хорошо. Надо подумать и замахнуться на какой-то, пускай немного функционально, но на выставочный комплекс. Возвращина этого достойная, она этого заслуживает. У присутности высоких гостей прошла церемония у знагороджения у дельников Полесской скарбницы, а далее наведывание предприемства и организаций. Первая экскурсия – у санаторий «Сосны», яки поспехово проймая на здоровление не только заводчанных семьи, а и замежных гостей. Тут про перспективы супрацовництва заговорили словаки. Мне очень понравился уровень предприятий здесь и презентации, которые я сегодня прослышал. Очень интересная была презентация Мозырского ДОК и машиностроительного завода. Конечно, санаторий, где мы сейчас находимся, тоже очень понравилось, как я уже сказал вашему коллегу, очень прикладно ведет себя завод, который заботится о своих не только работников, а также семей. Главная задача экономического форума «Мазыр-2018» – повышение инвестиционной привабности региона, активизация супрацовництва за международными партнерами, налаживание и умоцование внешнеэкономических связей. О буйных сделках по кульдам являются только на словах, а ли мосты, наведенные помеж бизнес-полами, с каждым годом становятся мощнее. Катерина Юрченко, Сатлана Грудько, Вячеслав прописнул телеканал «Мазыр» специально для телерадио-компании «Гомель». В Беларуси могут скоротить термины плановых отключений гаражей воды летом. Зараз Министерство жильево-коммунальной господарки суместно с теплозабеспечальными организациями проводит ответственный анализ. Резерв заключается у реконструкции сеток, для чего необходимы значимые объемы финансования. По коль же гаражей воды с кранов граждан зникает на два тени. Наго, что ей отключают, ведают наши корреспонденты. Скоротить термины рамонту и повелишить межрамонт и период можно одним способом. Для этого все сетковые трубопроводы повинны быть заменены попередними заливанными трубами. Это такие же столевые трубы, только с заводской изоляцией. Верхняя полиэтиленовая баллонка под ухиля и попадание в льготи на трубу. А нема контакту с звонковым и сяродзем значит нема коррозия. Термин службы такой трубы 50 годов, а завышанной столевой – 25. Миновитый переоход на пи-трубы дозволил отойти от 100-годовых гидроуличных выпробований в Европе. У Беларуси выкористовывать новое поколение труб начали каля 5 годов тому. На сокращение вот этого времени 14 суток. Мы уже довольно давно практикуем это сокращение. Первое, мы начали это в центральном районе. Там имеются для этого все возможности, потому что все основные стволы и основные ответвления там уже оснащены пи-трубами. Соответственно, мы имеем все возможности для того, чтобы после проведения гидроуличных испытаний, от которых, как я уже сказал, отказаться нельзя, ну, почти сразу же после окончания этих испытаний начинается включение наших трубопроводов в работу. Ну и, соответственно, если готовы потребиться, они тоже могут это делать сразу же после нашего включения. Сейчас на протягу якого проходят ремонт и выпробования залежить от стану теплосеток у тыньте иншем микрорайоне города. И в любом выпадку не перевышают 14 суток. Безумовно, там, где теплосетки новые, выконываются только профилактичные работы. На участках яки и догоз находятся у эксплуатации выправляют выявленные дефекты. У тынь лику со зменой трубопровода. У трех с пяти районов гомельских тепловых сеток профилактичная проверка уже завершена. Выпробование засталось опровести еще у двух. На этом тыдне горячая вода изникла у заходнем районе теплосеток. У Паудневым отключить 17 липня. В трех районах уже испытания тепловых сетей прошли. Осталось еще два района. Расскажите, в этих трех были ли выявлены какие-то нарушения, какие-то проблемы, приходилось ли что-то ремонтировать? Ну, естественно. Для этого испытания и проводятся, чтобы выявить слабые места на трубопроводах. Поэтому все повреждения были устранены и районы были включены в срок. Ну, серьезные были какие-то нарушения? А серьезные аварийные ситуации, связанные с испытаниями тепловых сетей? Ну, серьезных нарушений не было. Все, как говорится, в штатном режиме. В основном это что? В основном это повреждения трубопроводов и за наружной локальной коррозии. Подробязный сюжет на эту тему глядите у недели у программы «Новины ты дня» на отеле-канале «Беларусь-4 Гомель». Марина Джала, Анастасия Кучинская, Евген Макеенко. Отели радио-компания «Гомель». На вученце Камарынской средней школы Брахинского района подчас летних каникулы принимают удел в некомерсийном проекте территории. Сегодня у проекте территории принимают удел 12 европейских краин. Беларусь долучилась до ягона при конце минулого года, когда был подписан контракт по Межреспубликанским институтам радиологии и Французским институтам радио-циной аховы и ядерной безопасности. Камарынскую школу брали по некоторых причинах. По-перше, до Чарнобырской атомной станции от городского поселка усяго 30 километров. По-друге, с этой научной установкой французы уже супрацовничали, когда учили школьников вымирать в зроне радиации у продуктов харшивания. Были созваны 8, 9, 10 классы в актовом зале, и директор рассказал о этом всем мероприятии, о проекте, и отбирал с чистым по добровольному желанию. То есть, кто хотел, тот и записывался. От первоначального нужно было набрать всего лишь 15 детей, но в итоге набралось 17, потому что дети сами хотели. На протягу двух месяцев школьники будут займаться вымирением фонового променювания. Робится это с допомогой специального прибора, который в докладном перекладе с французского учить, как открытая радиация. Раз мобильный додаток, который находится на смартфоне, отриманные дадены оперативно передаются на веб-сайт проекта openradiation.org. На радиологичной карте сразу заявляется новый стежок с даденами. Робить замеры можно в любых местах. Уровень радиации может отличаться даже в пределах нескольких метров. Допустим, возле здания я мерял, было одно значение, а чуть дальше было уже совсем другое, в четыре раза меньше. Между тем, у денег и проекта не зафиксовали. Узровень у радиоцина газообразживания выше из-за допущения, хотя они все-таки больше значны, чем на инших территориях, что мое на увазе необходимость захования в Кумарине мер радиоцины без спеки. Ясночная часть проекта реализуется при уделе японского центра по распространению стратегии оценки рисков. Починая с 31 мая, на протягу двух тыднев, 17-го членцев Кумаринской средней школы и два наставники постоянно носили с собой вот такие индивидуальные дозиметры, где и шатлы. Этот прибор позволяет оценить реальную дозу внутреннего променивания. При этом для отримания больше объективных даденок, у всех денег эксперименту вялеящие специальные дённики. Головные показатели, которые фиксировались, станут на дворе и докладное место находления, причем указывать необходимо было на поверх дома и материал, за которого они зароблены в вересни, ученые из Франции и Японии снова приедут в Беларусь, чтобы обмерковать отриманное даденое, сделать выводы и презентовать их в соцветной супольности. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» городского поселка Кумарин. Лепшого шмадетного тату выбирали на этом тыдне у Гомеля. В городском центре культуры прошел финал конкурса «Таты – молодцы». Примерковали святочное мероприемство до Международного дня «Таты», что святкуется в многих краинах света. По кольцу, что в нашей краине нема официйного свято «Таты». А между тем быть годным батьком – бадай самая отказная работа для мужчины. Сыну стать прикладом, дать все добрым шаровником. Конкурс уладится в другой раз. Все лет в финале прошло четыре шмадетных батьки. Среди головных умов отбору, прихильность семьи конкурсанта да здорового ладу життя, наявность семейных традиций и оптимистичная житевая позиция. Финалистов чекала четыре споборництвы. Свои зносины с детьми и женкой «Таты» представили у фотопрезентации на конкурсе визитных картах. Творшие кулинарные сдольности мужчин демонстровались подчас наступных двух выпробований. А в завершении вечера у всех чекал конкурс сюрприз. Батькам пропоновался набор слов, с допомогой яких необходимо было со сцены рассказать каску. На территории Гомельского палацово-паркового ансамбля проходят майстер-классы по гончарным ромястве. Они будут дожиться все лето. Занятки проходят в маляу низшем природном антураже парка. Удельники отрымливают не только корыстные навыки и приемные эмоции, азносин с живой глиной, а и саморобный сувенир на память. Своими умениями, за всеми жадающими, делится вядомый гомельский майстер-керамист Павел Гвоздев. Детям и доростам он показывает, как научиться працовать на гончарном крузе, створяющие уластными руками простые выробы, а так само лепить с цельного оковалка глины оригинальные сувениры. Майстер-классы в Гомельском парке проходят каждый четверг, пятницу и субботу с 12 до 15 годин. Занятки ладятся под открытым небом, тому только при добром на дворье. Это занятие, в первую очередь, для души, для того, чтобы увлечь детей и взрослых познавать и изучать ремесло керамики. Можно будет прийти и порадоваться тому, что ты сам сделал, и тоже унести это с собой. Приглашаем, приходите и попробуйте. У Гомеля ушановывали жанутшую команду Беларуси по весловании на байдарках. Нагадаем, что на чемпионате Европы, який недавно завершился, девчаты завоевали два серебряные медали. Вольга Худенко стала другой в финальном заезде одиночек на дистанции 500 метров. Беларуська соступила только практически не пероможной пятеразовой олимпийской чемпионцы Данути Козак. Простойники венгерской школы Виславанья стали не пероадольной перошкодой на шляху до золота континентального чемпионата для беларуской четверки. Вольга Худенко, Марина Литвинчук, Надея Ляпешка и Алина Свита спынились у кроку от узнагорода высшейшей пробы на дистанции 500 метров. Медали на олимпийской дисциплине это всегда очень здорово, это очень сильно считается, тем более с такими сильными соперницами, как венгерская сборная, там, как известно, очень сильная школа гребли. И, в принципе, я довольна своим выступлением, но есть нюансы, за счет которых можно чуть-чуть добавить на чемпионате мира. Немножко не дотянули, но я думаю, что еще все впереди, потому что экипаж у нас еще не скатан, и я еще не набрала свою прежнюю форму. Девочка загребная у нас, Алина Свита, она в том перешла с юниоров только в молодежку, поэтому еще тактически немножко неправильно, не допоняла, можно сказать так, как нужно пройти дистанцию. Поэтому я думаю, что будем работать и дай Бог подняться на стопеньку выше, чтобы порадовать наших болельщиков. Головной задачей на чемпионате Европы для белорусок было завоевывание лицензий на другие европейские гульнии, которые в 2019 году пройдуть в Минске. Из ее девчата справились. Теперь они рыхтуются до чемпионата Белоруссии, затем на чарзе сусветное большинство. До всех важных стартов уже ночью сборная о повествовании на Байдарках рыхтуются минавито у Гомеле. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvgomel.by На этом выпуск завершен. Я с вами развитываюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!